Еще один такой гигантский проект, который, между прочим, в том числе должен был решать и проблему мобилизационного ресурса, мобилизационного резерва для Туркестанского военного округа. Была такая очень серьезная работа одного офицера русской армии, в общем, очень видного впоследствии военного востоковеда, русского Межова, который обосновал некую такую теорию о том, что из русских поселков так предполагалось, что, если что, это будут люди, которые очень быстро смогут реагировать на внешнюю угрозу, которая здесь будет происходить, люди, которые должны были, если что, решать самые определенные и очень быстро государственные задачи. Если мы посмотрим карту, как располагались поселки, они располагались исключительно вдоль линии коммуникации, ну, уже потом, вот, позже, железные дороги, тракты какие-то. Кроме того, традиция, которая исторически сложилась в рамках Российской империи, освоение новых земель, она вот диктовала то, что люди из центральной части страны, вот они как-то должны переселяться на эти окраины, осваивать эти окраины, и это помогает вот некому такому формированию вот этого общности и этого единства. Но при освоении всех окраин Российской империи всегда существовала своя специфика. И, естественно, в Средней Азии существовала, в Туркестане специфика тоже своя. Во-первых, она диктовалась тем, что население было мусульманским. Она накладывала, конечно, свой отпечаток. Несмотря на то, что Россия не первый раз сталкивалась с исламом, осваивая новые территории, вот она как-то к этой части была не готова. Твердо, на мой взгляд, так вот и осталось непреодоленным вот этот вот фактор, так сказать, они и мы. Но здесь мы должны еще сделать поправку на очень короткий временной промежуток времени, потому что Туркестан ведь достаточно долгое время был закрыт для переселения. Массовым, конечно, переселение становится только в начале XX века, когда правительство Столыпина пытается решить определенный земельный аграрный кризис, который существовал даже несмотря на то, что в 1861 году было отменено крепостное право. Революция V-VII-VII года тоже, в общем-то, выявила целый ряд как раз именно подобного рода причин нерешенности крестьянского вопроса. И Петр Аркадьевич Столыпин, вот такая его теория, его концепция переселения в Азиатскую Россию, то есть за Урал. И под эту большую масштабную программу переселения попал не только степной край, современный Казахстан и Туркестан. Попали и регионы, все регионы Сибири без исключения, вот все, что было за Уралом, и территория Северного Кавказья, и даже за Кавказье. Везде была, опять же, своя специфика, везде складывались какие-то разные взаимоотношения с переселенцами. Дело в том, что всемиречная ситуация была наиболее острой. Почему? Потому что тут столкнулись интересы сразу трех категорий населения. Это было местное население, это были крестьяне-переселенцы, это было семереченское казачество. Когда принимается все-таки решение о том, что Туркестанский край будет иметь свое представительство в Государственной Думе, долго думали о том, сколько депутатов, от какого количества населения, каких национальностей. И вот чтобы как-то отразить интересы всех вот этих групп, а казачество вообще отдельная, так сказать, часть. И чтобы, значит, и их интересы были решены. Вот смотрите, от Семеречья избираются три депутата в итоге. Один, это был, кстати, фамилию могу назвать, это был депутат Танушпаев. Человек прекрасно образованный, инженер путей сообщений, человек, который потом будет уже в 20-30 год строить здесь Турксид. Это будет депутат от русского населения. И это будет отдельный депутат от казачества. Для Семеречья на государственном уровне учли специфику, что здесь нельзя крестьян, переселенцев и, допустим, казаков объединить в одну такую избирательную курию, что там есть конфликт интересов и что эти конфликты надо развести. Существовала очень долгая, очень предметная переписка между руководством Туркестанским генерал-губернаторством, Министерством внутренних дел, которое занималось вот этой всей законодательно-избирательной процедурой. Кстати, Танушпаев представлял интересы кадетской партии. Он, в отличие от других, допустим, депутатов Туркестана, которые примкнули автоматически к мусульманской фракции Государственной Думы, Ну, Дума просуществовала вторая всего несколько месяцев, значит, была распущена, был принят новый избирательный закон, по которому Туркестан вообще был лишен своих избирательных прав. И казахских депутатов, Степной край тоже был лишен избирательных прав, и еще целый ряд регионов Российской империи. Государственная Дума на протяжении потом практически десяти лет не имела вообще никаких специалистов, выходцев из этого региона, которые могли бы каким-то образом выступать такими консультантами, экспертами при принятии каких-то законов. Надо сказать, что вообще русская власть действовала в Туркестане, на мой взгляд, очень нерешительно. Но вот эта нерешительность в конечном итоге, она переставала восприниматься как, ну, такая комплементарная часть относительно местного населения и вот такого, знаете, такой демонстративного невмешательства в их внутренние дела. Потому что шло время, ситуация изменялась. И особенно на фоне вот такого поведения, очень осторожного, вот принятие подобного рода указа выглядит действительно как шоковая терапия. Понимаете, то вот, 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 долго, 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 и в итоге ничего вот мы никак не можем принять окончательно, и чего-то все время боимся, в итоге мы вдруг раз, и в одну минуту ничего не боимся, и подписываем вот этот указ. Поэтому переселенцы сюда попадая, они, конечно, чувствовали, что за ними стоит государство и государственная поддержка. Потому что переселенцы были двух категорий. Это были переселенцы, которые вот в государственную программу в эту попадали, и так называемые ходоки, которые шли сами по себе. Вот они очень часто именно они и провоцировали ситуацию. Потому что государство устраивало вот эти переселенческие поселки, все-таки стараясь учитывать вот интересы местного населения. А вот эти ходоки, когда они образовывали свои вот эти поселки, это были практически самозахваты. Потому что эти люди не были включены в государственную вот эту программу. Государство, по сути, не имело на них никакого рычага влияния. И они вот действовали иногда вот так вот абсолютно на свой страх и риск, и действовали иногда очень, ну, скажем так, несправедливо в отношении местного населения. И государство долго думало, какой механизм выработать, чтобы приостановить поток этих ходоков. Чтобы они не занимали вот просто территории, которые им понравились, а чтобы уж они занимали те территории, которые государство могло им предоставить. И вот здесь вот разница между, например, Семиревичем и Сардарьей будет очень серьезная. Потому что в Сардарье переселение шло на те земли, которые орошались за счет государственных средств. Государство четко себе представляло и определяло, что те земли, которые орошены и подготовлены к переселению за счет государственных средств, на них право имеют только переселенцы. А если вот земли, что называется, как бы природного орошения, то здесь уже надо решать вопрос с местным населением. Я хочу подчеркнуть момент, что это вот чаще всего принят такой термин русские крестьяне-переселенцы. Они не были русскими крестьянами в том смысле, с точки зрения национальности. Дело в том, что в рамках Российской империи существовала еще одна триада великороссы, малороссы, белороссы, которые составляли вот некий единый вот этот русский народ. Поэтому и говорили русские крестьяне-переселенцы. А на самом деле крестьяне ехали из южных областей. Это Курская, Воронежская, Саратовская, Пензенская области. И из областей, губерний, которые мы сейчас называем современное государство Украина. Это Киевская, Полтавская, Черниговская, Харьковская, Херсонская губернии. То есть это был огромный поток еще и украинских переселенцев, которые сюда селились. Поэтому здесь вот состав населения был таким смешанным русско-украинским, но все назывались русскими крестьянами-переселенцами. Государство льготы определенные выделяло переселенцам, и в том числе и с точки зрения воинской повинности. Они тоже от нее освобождались на какой-то период времени. И поэтому, когда в 2014 году с них тоже снимают эту броню и начинают их призывать, здесь и в Пржевальском уезде, в других регионах, происходят такие выступления и волнения переселенческого населения. Естественно, это не переросло в какие-то гигантские столкновения с властью, и в итоге все на фронт отправились, как и было положено по закону. Но вот, понимаете, начинала формироваться такая некая привилегированная среда и в Семеречии, допустим, и в Ферганской долине, и в Самаркандской области, и в Средаринской, куда шло это переселение. И, конечно, это, как бы так сказать, несколько расхолаживало крестьян. Это вот создавало у них какое-то такое впечатление такой льготности жизни и того, что вот за ними стоит государство, которое им все гарантирует. И, конечно, местное население, наблюдая это, понятно, что не могло это воспринимать с восторгом, поскольку они-то таких льгот не получали. Местные чиновники туркестанские и военные губернаторы Ферганской области, и военные губернаторы Семереченской области. Они все очень-то хорошо понимали. И в правительственной переписке официальной они пишут о том, что вот такая постановка крестьян в заведомо привилегированное положение, она будет приводить к некой деградации, что ничего хорошего от этого не будет. Кроме того, ведь сюда же не ехал какой-то такой крепкий, скажем, крестьянский элемент, у которого все было дома хорошо. Сюда ехали люди, которые в силу каких-то обстоятельств не смогли обзавестись хорошим хозяйством, встать на ноги дома. Но были и люди, которые просто хотели счастья и удачи поискать на новом месте. Такое, знаете, авось небось и как-нибудь. Но все-таки кто оставался в этих переселенческих поселках, вот в рамках государственной программы этой переселения, это, конечно, были чаще всего люди, которые понимали, что они делали, давали себе отчет, ведь был открыт специальный крестьянский земельный банк, который давал ссуды. То есть вот это была целая проработанная программа. Но вот, к сожалению, программа, вторая ее часть, это землеустройство коренного населения, о котором местные чиновники в Петербург тоже постоянно пишут, она осталась так и нерешенной. Одно дело наделить землей оседлого крестьянина, там, не знаю, Ферганской долины, например. Другое дело решить вопрос с человеком, который ведет кочевой или полукочевой образ жизни со скотоводом, для которой полгода здесь, полгода там. Кроме того, существовала такая возможность пересечения китайской границы, достаточно свободная. То есть кочевья и пастбища могли находиться по обе стороны границы. Такая же ситуация была и в приграничной территории с Персией и Афганистаном, допустим, для туркменов. И эти вопросы, моменты нужно было тоже властям учитывать. И заставить этого человека осесть на землю, это означало, что он должен автоматически отказаться от тех земель, которые, как он считал, абсолютно по праву, с незапамятных времен принадлежали его роду, его семье. Но находились на территории так называемого китайского Туркестана, а не русского Туркестана. А с китайским правительством тоже, и с персидским, и с афганским, далеко не всегда можно было договориться на каких-то нормальных паритетных началах. Это была такая целая система проблем, которую нужно было решать. Но решение ее, надо сказать честно, она как-то откладывалась на потом. И ведь население боялось оседать на землю, еще раз подчеркну, потому что оно боялось, что он лишится значительной части своих земель. Когда им скажут, что вот то, что, допустим, для оседлого земледельца Сарта было нормально, что вот ему выделяли некий участок земли, и он и так раньше на нем работал, то для кочевника, у которого, значит, несколько иные горизонты и принципы хозяйственной и экономической деятельности, он боялся, что он останется тогда в очень, так сказать, суженном варианте своей собственности, чего, конечно, ему бы очень не хотелось. Российская империя даже сообразить не успела, она практически после этого развалилась, понимаете, она даже и, в общем, собственно, какого-то анализа и разбора ошибок не провела. Хотя всем министерствам и ведомствам были, так сказать, разосланы специальные указания провести внутренние расследования, связанные с тем, как каждое отдельное министерство и ведомство, значит, вот обеспечивало исполнение этого указа. Поэтому надо сказать, что власть-то очень, на мой взгляд, вполне себе оперативна, отреагировало. Но мы же с вами не должны забывать, что, во-первых, в Туркестане практически не было войск. Вот начнем с этого. Они были все на Кавказском фронте, все туркестанские части. Население, в общем, очень, так сказать, вполне себе мирно и дружелюбно существовало. Здесь был второй сибирский запасный стрелковый полк. И то основные ее задачи и функции, они сводились к охране огромного количества военнопленных, австро-венгерской, германской армии, которые здесь находились. Вот это для туркестанского вообще руководства, это была самая главная головная воля. Отсутствие инфраструктуры, хорошей питьевой воды порождало, значит, многочисленные эпидемии и очень высокую смертность. Это отмечает Красный Крест, который приезжает сюда с инспекциями. Всю первую половину 16-го года здесь занимаются тем, что организованно вывозят отсюда военнопленных на Урал, в Поволжье, в Сибирь. Вот военнопленных здесь к моменту восстания осталось где-то по разным оценкам порядка 57 тысяч человек. Ну, на фоне 200 это была уже не цифра. И вот власти, вроде бы так сказать, облегченно вздохнули, что вот эту задачу они решили. И вот как на их голову, так сказать, вот этот указ падает. А ведь не надо же забывать, что и рост цен, и на продукты, и нагрузка на инфраструктуру. Ведь помимо военнопленных, которых отсюда стали вывозить, здесь было еще порядка 50-60 тысяч беженцев из тех районов страны, которые вот уже, так сказать, там линия фронта проходила. И тут вот этот указ, который просто, ну, становится таким, действительно, вот таким прям громом среди ясного неба. И туркестанская администрация, она во многом, она уже и какую-то ресурсную базу свою исчерпала. Мы же должны с вами помнить, что это военно-народное управление, что военный губернатор и уездный начальник, это прежде всего действующие офицеры русской императорской армии. Началась война. И все строевых офицеров забрали на фронт. И военный генерал-губернатор Самсонов отправился на фронт, и он там погибнет, туркестанский, в 2014 году. И вот вместо него был прислан генерал-губернатор Марсон, который уже был человеком в возрасте, ему было уже за 60 лет, это уже был не строевой генерал, но вот он еще не был в отставке, и на такую должность чиновника он был вполне подходящий. Например, губернатор Самаркандской области Нил Лыкошин. Это был блестящий, так сказать, краевед, этнограф. Он написал массу интереснейших таких книг, заметок и исследований, посвященных населению Средней Азии. Но вот, понимаете, видимо, эти люди оказались неспособными к принятию серьезных решений. А с другой стороны, у них и никаких механизмов не было. Ферганский военный губернатор Гиппиус попытался вопрос решить сам, как ему казалось, что он его может решить. Он одевает национальный халат, берет в руки Коран, выходит к народу, его сопровождают еще несколько представителей ферганского духовенства. Во всех существовавших, так сказать, духовных правлениях мусульман Туркестана и в Закавказском, и в Таврическом, и в Оренбургском, и в других везде муфтии издали специальные фетвы. В которых было сказано, что война абсолютно, так сказать, правомерна, что на Россию напали, что вот Россия ведет такую вот войну освободительную, совершенно праведную, и все правоверные мусульмане должны, так сказать, в едином порыве защитить отечество, которое подверглось агрессии, ну и так далее. То есть вот, потому что ходила масса спекуляций о том, что османский, так сказать, султан, это халиф, это глава такой духовной всех мусульман мира, и поэтому подчиняться надо той фетве, которую издал он, в которой он как раз призывал мусульман, воюющих с Турцией государств, не подчиняться и не исполнять волю своего правительства и своих военачальников. И здесь, конечно, и Франция, и Англия, и Россия столкнулись с определенными сложностями, это те государства, где проживало мусульманское население. Но вот здесь вот нашлись лидеры духовные, которые вышли вместе с военным губернатором и, значит, стали успокаивать население и говорить, что все вполне законно. А вот военный губернатор Семеречи Фальбаум, который в 16-м году меняет фамилию, вот это тоже такая интересная история, зачем он это сделал, я, честно говоря, до сих пор понять не могу, но надо сказать, что когда началась война, в этих российских чиновничьих и военных кругах очень многие стали менять свои, ну, скажем так, нерусские фамилии на вот фамилии такие, более подходящие и соответствующие моменты. И генерал Фальбаум становится Соколовым-Соколинским, такая даже двойная фамилия. Существует такая мифологема, вот Куропаткин-Куропаткин, Куропаткин-Куропаткин, Куропаткин ничего плохого не сделал, Куропаткин спас ситуацию. И только то, что этот человек раньше служил в Туркестане и имел себе представление о Туркестане, помогло, ведь Куропаткин приезжает тут же принимает различные, как бы уже от себя подзаконные акты о том, что духовенство на тыловые работы не принимать, вот этих освободить, одного кормильца в семье освободить. То есть это были очень правильные, очень верные меры. И если бы не он, все было бы значительно и значительно хуже. Что касается Керенского, приезда сюда комиссии. Это еще одна такая интересная история, которая сейчас в некоторых национальных историографиях начинает обрастать прямо целым таким роем мифов. Так и здесь у нас вот Александр Федорович представляется теперь некой такой вот политической глыбой, защитником поруганных и угнетенных народов Туркестана, который вот приехав сюда, и наступило тут какое-то райское счастье. Никакого райского счастья не наступило. Значит, первый момент. О том, что комиссия нужна, вот инициативу такую проявили представители местных, так сказать, национальных, таких интеллигентных, так их назовем, джадидских, вот есть еще хорошее слово, кругов, прежде всего Ферганы, Ферганской области, Андижана, вот был там такой, на волне восстания, очень сильно, так сказать, поднявшимся и получившим известность, у Байдула Саидулаевич Хаджаев, которые, значит, вместе со своими, так сказать, соратниками по такому вот либеральному кружку отправляются, значит, в Петроград с желанием встретиться с представителями Государственной Думы, значит, вот рассказать им об этой ситуации и попросить Думу о формировании комиссии и о присылке ее в Туркестан. Судьба у Байдулы о Саидулаевиче, вот она какая-то будет такая достаточно, в общем, невнятная, непрозрачная и небесцветная. Он как-то не присоединится, например, к Аканской автономии, которая, вот, например, будет иметь самое непосредственное отношение тот же Тенышпаев. Вообще, вы знаете, вот фигура Тенышпаева вызывает у меня самое большое уважение. Вот мне кажется, что этот человек был настолько неконъюктурным, настолько был очень честным, откровенным и очень сильно любил свой народ, потому что, ведь, когда вот все это в Семеречи произошло, Тенышпаев будет самым активным образом пытаться урегулировать ситуацию. И об этом Куропаткин пишет в своих дневниках, что, когда он обращается к последнему начальнику азиатской части главного штаба, которым был генерал Абдулазиз Давлетшин, пишет, что местный вот такой активист Тенышпаев предлагает, на мой взгляд, очень такую обдуманную, правильную вещь. Развести вот это переселенческое и местное население в Семеречи, вообще в два разных уезда. Там Прожевальский поселить вот этих всех переселенцев, а в Нарынский собрать, значит, все вот это коренное население, которое активно приняло участие вот в этом восстании. Я очень поддерживаю вот эту инициативу. И ведь потом уже правительство воспользуется этой инициативой, она будет воплощена в жизнь. Действительно, население вот так попытается разграничить. И Тенышпаев уже вот во время Временного правительства войдет вот в этот, так называемый, Туркестанский комитет Временного правительства, относительно Семеречи, которая там будет проводиться. А ведь Семеречи, дело дойдет до того, что его даже, так сказать, изымут из состава Туркестанского края. Вот настолько ситуация будет сложная и конфликтная, что Временное правительство принято решение о выделении Семереченской области, так сказать, вообще как бы в самостоятельно управляемую единицу. И Туркестанский край останется с четырьмя областями. И вот Тенышпаев покинет этот Туркестанский комитет Временного правительства, и он будет заниматься там и, так сказать, и чтением лекций, и первые, так сказать, какие-то университетские опыты, которые будут в Туркестане, он будет принимать в них участие, как уже, так сказать, такой наставник и педагог. Потом будет Турксиб. А до этого, конечно, будет еще Каканская автономия. Но когда он поймет, что вот, допустим, с Чукаевым они тоже не сходятся в ад взглядах, хотя это еще один такой, тоже вот легендарный персонаж, в современной казахской историографии, он ведь тоже уйдет. Автономия-то потерпит свой крах. Конечно, во многом это будет, потому что, как он был, обстрелян тяжелой артиллерией, подошедшей из Ташкента, но во многом, видимо, Тенышпаев предлагал какие-то компромиссные варианты решения вопроса. А, видимо, Чукаев вот не был к ним, например, готов. После прихода уже остановления окончательной советской власти, Тенышпаев не покинет страну. Он останется здесь и будет работать, будет строить Туркси, приносить пользу людям. Поэтому вот Керенский был тоже человеком, который, во-первых, случайно оказавшись в этой комиссии, совершенно случайно, вместо него должен был поехать депутат Джафаров, которого отправили в свой избирательный округ на Северный Кавказ. Сюда приезжает Керенский вместе с лидером мусульманской фракции Государственной Думы, полковником русской армии, предводителем дворянства, уроженцем, так сказать, Уфимской губернии, Кутлук Мухаммед Баттергиреевичем Тевкелевым, который был представителем знатного рода, Мурс. Человек был прекрасно образован и, в общем-то, возглавлял оппозиционную фракцию Государственной Думы. Но мусульманская фракция, несмотря на то, что было масса вопросов, по которым, конечно же, они никак не могли соглашаться с принятием теми или иными какими-то правительственными решениями, и по переселению, и по, так сказать, мусульманской школе, и по целому, так сказать, перечню еще каких-то вопросов. Вот здесь вот он приезжает в краю вместе с Керенским, и вот почему-то Тевкелев вот как-то ведет себя очень сдержанно и очень, скажем так, избирательно. А вот Керенский пускается практически во все тяжкие. Известна его такая речь обращение к местным мусульманам в Индижане, где в мечети Джами, значит, в пятничной мечети соборной, он, значит, там вот люди собрались на намаз пятничный, и вот Керенский, значит, помимо всего прочего, попросив удалиться всех чиновников и всех, так сказать, чинов МВД, ну, филер, видимо, остался, который записывает о том, что Керенский вот обещает местным сартом такую вот сладкую жизнь после того, как в России победит революция и как, значит, все изменится и изменится отношение к сартам. И сарты тогда получат все, что они хотят и перестанут чувствовать себя там людьми второго сорта, ну, так далее, так далее. И Куропаткин, значит, зная, естественно, ему эти донесения направлялись ежедневно, а иногда даже по нескольку донесений в день, Куропаткин пишет ему такое письмо, я, кстати, не знаю, вот оно попало к Керенскому или не попало оно к нему. Он его просит не заниматься таким политическим популизмом, не смущать население, которое вот-вот вроде бы успокоилось, не обещать ему каких-то совершенно несбыточных вещей и не мешать власти наводить порядок, который очень такой шаткий и очень зыбкий. Депутаты вернулись в Петербург, значит, были составлены депутатские запросы во все министерства и ведомства, по которым, значит, депутаты хотели понять и узнать. А вообще, это был вот какой-то отдельный закон, как депутатам показалось. Если это был отдельный закон в этот указ 25 июня, то его надо было предварительно обсудить в Государственной Думе и только после этого, значит, принимать какие-то решения, после того, как Государственная Дума его одобряла. Если же это был какой-то подзаконный акт, как это вот расценило правительство, что это как бы дополнение к закону о реквизиции, который был еще принят в 2014 году, то тоже какие-то были неясности. В общем, депутаты обвиняли в основном в чем власть предержащих? В том, что они нарушили 86-ю статью. Статья гласила, что никакой закон не может принять, значит, силу без одобрения Государственной Думы. Так как степные регионы Семеречья и, значит, северная часть Казахстана, современного, Тургайской области, они так и не успокаивались, и там вот эти процессы продолжались, в декабре месяце, 13 и 15 декабря, состоялось два таких закрытых заседания, которые не стенографировались открыто Государственной Думой, туда не пускались никакие посторонние люди, на которых выступает Керенский, выступает Джафаров на первом заседании, и на втором заседании тоже выступает Керенский, и потом еще, значит, там в прениях выступают депутаты Мансирьев, Капнист Второй, Аджемов, которые, в общем-то, говорят о том, что экономическим интересам России нанесен очень серьезный ущерб, если мы начинаем, так сказать, вчитываться и вдумываться, особенно какие-то последующие действия Керенского, когда он уже станет главой временного правительства, то мы все больше и больше понимаем, что, ну вот, как-то принципиально-то задачи Туркестана Керенский и не решил, и, кстати, в своих воспоминаниях, которые уже будут опубликованы в эмиграции, за рубежом, он ни слова вообще, ни полслова не вспомнит о восстании 16-го года. В советское время это называлось национально-освободительное движение. Я не знаю, как это можно назвать спустя сто лет. Я бы так сказала, что восстание 16-го года, конечно же, дало гигантский толчок для развития такой какой-то общественной политической мысли у народов Туркестанского края и Степного края. Вот на этой волне, но уже только в 17-м году образуется знаменитая партия Алаш-Арда. После 16-го года еще будет и 17-е, и 18-е, и беженцы уже по другим причинам будут бежать тоже в Китай. И здесь ситуация будет складываться очень сложная. Поэтому с 22-го года по 27-й существовала такая программа советского уже правительства по возвращению людей, тех, конечно, кто хотел вернуться сам на родину, причем именно в те места, в те регионы, вот прямо туда же, к себе домой, откуда эти люди ушли. Восстание, на самом деле, вот оно заканчивается тогда, когда вот беженцы возвращаются домой. Оно и начинается не 25-го июня 16-го года и заканчивается совсем там не в январе 17-го, а вот еще практически спустя 10 лет. Поэтому это вот такой процесс больше растянутый во времени. Редактор субтитров А.Семкин